Библейский портал экзегет.ру представляет Седьмая и последняя глава третьей книги Маковеев, которую мы читаем в переводе под редакцией Нины Брагинской. И эта глава начинается с текста «Письма», которую царь Египта рассылает своим начальникам, своим наместникам, губернаторам с поручением позаботиться об иудеях, после того, как он сам чуть было их не уничтожил, но явившиеся с неба ангелы предотвратили это побоище. Более того, слоны, которые должны были растоптать иудеев, на самом деле стали топтать войско египтян. Итак, текст письма, прямо с него и начинается глава. Царь Птолемии и Филопатр. Птолемия – это целая династия. Филопатр – это название, имя или прозвище, как сказать лучше, я не знаю, данного конкретного царя. Царь Птолемия и Филопатр наместникам в Египте и всем должностным лицам желает здоровья и благополучия. Мы и сами благополучные, и дети наши, поскольку великий Бог направляет наши дела так, как нам угодно. Некоторые из друзей часто коварно к нам приступали и убедили нас собрать вместе всех иудеев со всего царства и казнить их чудовищными пытками, как изменников. Причем ссылались они вот на что. Пока это не будет исполнено, из-за ненависти, которую иудеи питают ко всем народам, дела в государстве никогда не достигнут благополучия. Вот царь с себя снимает, конечно, всякую ответственность. Это злые бояре его подучили, но это всегда так и будут говорить. Они-то и привели их в оковах, подвергая побоям, словно невольников или даже изменников, и без всякого дознания и следствия попытались уничтожить их, припоясавшись жестокостью, свирепей скифского закона. Скифы – это варвары, которые живут в Северном Причерноморье в те времена, ну, а не такой образец дикости. С этими мы обошлись сурово и грозно. Так что только благодаря нашей доброте ко всем вообще людям мы оставили их в живых, ну, вот этих злых советчиков. Затем, помятуя о том, что небесный бог, надежный защитник иудеев, всегда воюет на их стороне, как отец на стороне сыновей, а также помятуя об их несомненной дружественной благонамеренности по отношению к нам и нашим предкам, мы правосудно освободили иудеев от всякого обвинения в чем бы то ни было и приказали всем и каждому отправляться по домам, дабы нигде никто ничем им не вредил и не обвинял в том, что произошло вопреки здравому смысле. Знаете, если мы начнем строить против них какие-нибудь кузни и доставим им хоть какое-то огорчение, то не человек, а Всевышний бог, владычествующий над всякой властью. Здесь он перенимает этот оборот речи, который уже был от автора, или, точнее сказать, от молящихся иудеев в предыдущей главе. Он принял эту мысль, да, вот, может быть, собственно, все происшествие нужно для того, чтобы Птолемей Филопатра согласился, что бог владычествует над всякой властью. Всевышний бог, владычествующий над всякой властью, всегда неминуемо выступит против нас, чтобы отомстить за такие деяния. Будьте здоровы. Ну вот, смотрите, вроде бы все понятно, все хорошо, но чего-то еще не хватает, какого-то примирения, да? Вас не убили? Ладно, все, идите. Вот, недоговоренно. Получив это письмо, иудеи не спешили точнее спускаться в путь, но попросили царя о том, чтобы те из рода иудеев, кто добровольно отступился от святого бога и от закона бога, были заслужены и ими наказаны. Они обосновывали это так, кто ради собственного брюха приступил к божественным повелениям, никогда не будет питать доброго расположения к царскому правлению. Помните, там же сначала пытались иудеев уговорить отказаться от своей религии, от своего, собственно, образа жизни. Почему? Ну, давайте вы будете жить как все. Тогда к вам не будет претензий. А они говорят, нет, смотрите, если кто-то из нас ради выгоды, ради того, чтобы хорошо устроиться, отказался от своего наследия, от своей веры, от своего народа, «Царь, будут ли они тебе верно служить? Предатель всегда предатель. Кто предал один раз, предаст и другой». А он, признав их правоту и одобрив их, предоставил им полную свободу действий, повсеместно в его царстве открыто и без особого царского позволения или надзора уничтожать те, кто преступил закон бога. Тогда, поблагодарив его, как подобает, священники и вся толпа возгласили в ответ «Аллилуйя» и радостные удалились. Смотрите, это все-таки еще Ветхий Завет. И здесь наказание грешников настолько же важный мотив, как и спасение праведников. И вот, если попадался им на пути соплеменник, из числа осквернившихся, то есть тех, кто принял язычество, они примерно его наказывали и прилюдно предавали позорной смерти. Они истребили тогда более трехсот человек и провели в этот день в веселье, радуясь, что одолели богохульников. А сами они, до смерти верность Богу сохранив и сладости спасения в полной мере вкусив, выступили из города, увенчанные всевозможными благоухающими цветами, весело и шумно, благодаря Богу своих отцов, вечного спасителя Израиля, песнями хвалы и всевозможными гимнами. Когда они пришли в Пталимаиду, большой египетский город, который из-за особенности этой местности называют розоносной, странное немножечко название, там розы что ли выращивались или другие какие-то причины, но вот непонятно, как бы Египет не та страна, где цветов очень много растет. Там по их общему желанию в течение семи дней дожидались корабли. Опять-таки, что за корабли? Ну, вероятно, это какие-то их единоплеменники, которые торгуют, и вот в данном случае они готовы принять участие, может быть, с припасами там ожидают их. И они устроили пиршество, празднуя свое спасение, поскольку царь щедро снабдил каждого всем необходимым на дорогу до собственного дома. И когда все они благополучно сошли на берег и вознесли подобающие благодарения, они точно так, как и там, постановили весело праздновать эти дни, покуда живут на чужбине. Они объявили эти дни священными в надписи на стеле, учредили место для молитвы там, где был пир, и отправились дальше. Кто по суше, кто по морю, кто по реке, каждый в свой дом, невредимый, свободный, ликующий, охраняемый распоряжением царя. В глазах своих врагов они обрели силу большую, чем прежде, внушая почтение и страх, так что никто не смел посягать на их имущество. И все они получили обратно все, что им принадлежало согласно описи, так что те, у кого что-нибудь оказалось из их имущества, с величайшим страхом возвращали назад, ибо величайший бог довершил великие чудеса ради их спасения. Ну вот такая меркантильная нотка, то есть не просто вернулись целыми и невредимыми, но еще и имущество себя возвратили, потому что там пограбили, пока высылали. Обычная история, да, потом не раз будут, да и до того не раз выселяли целые народы. Естественно, соседи с большим удовольствием пользуются имуществом, присваивают себе земли, дома высланных. Благословен избавитель Израиля на вечные времена. Аминь. Вот смотрите, как интересно. Третья книга Маковейская, она тоже рассказывает о мученичестве, но мученичестве не состоявшемся. Вот первая Маковейская книга, она про боевые действия в основном. Там тоже есть про мучеников, и очень подробно. Вторая рассказывает примерно ту же самую историю, и там про сопротивление тем, кто готов уничтожить Израиль. А третья про силу молитвы, про то, что ничего нельзя сделать с теми, кто молится Богу, с теми, кого Бог спасает. Это всё абсолютно бесполезно, пытаться их истребить. Более того, им даже не нужно сражаться, сопротивляться каким-то приметным образом. Они просто берут молитву в качестве основного оружия и этим побеждают. Нет мучеников в этой книге, в ней есть только исключительно победа. Вот такими могут быть разными эти самые Маковейские книги, ну и вообще представление о том, как Бог спасает свой народ. Продолжение следует...